Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! Вообще, я очень люблю зомби-тематику. Фильмы про зомби, сериалы про них. Иногда по утрам я и сам бываю вполне себе зомби. Ну и, конечно же, я люблю зомби-игры. Встречаем! Сегодня у нас вторая часть всемирно известной игры Plants vs Zombies. Первая часть в свое время, а вышла она в 2009 году, навела немало шороха и в то время была едва ли не популярнее сердитых птиц, которые вылупились примерно тогда же. Надо сказать, игра действительно была запоминающейся и имела не одну изюминку, а целый мешок этого самого изюма. Во-первых, сама концепция. Сам жанр Tower Defense в принципе стар как мир, но идея о том, что растения обороняют дом своего владельца от топ-ходячих мертвецов, народ зацепила. Ведь все мы любим немного наркомании. Кроме того, в игре всегда присутствовал тактический элемент. Иными словами, сажать растения нужно с умом и в нужные места, иначе твои мозги очень быстро кто-нибудь съест. Ну и, наконец, няшность всего происходящего. Как бы странно это ни звучало, в адрес восставших трупов. Да, и зомби, и растения очень мило и приятно нарисованы. Анимация хорошая и вообще все очень красиво. Что же касается второй части, здесь речь идет о путешествиях во времени. И это капец как странно, но удивляться я передумал, когда вспомнил, что речь идет об игре, где растения воюют с зомби. В самом деле, чему здесь еще можно удивляться? Путешествия во времени дали разработчикам большой простор для того, чтобы разнообразить локации. Тут дело происходит не только в саду Безумного Дэйва и его окрестностях. Здесь тебе и древний Египет, и пираты, и еще много узнаваемых локаций давно минувших дней. Если сравнивать с первой частью, здесь стало больше карт, больше мини-игр, и все они, кстати, интересные и разные. И, конечно, теперь у тебя в запасе больше и арсенал растений. Зомби тоже стали разнообразнее, но остались такими же милыми. Ну а еще, разумеется, улучшили графику и анимацию. Во всем же остальном, игровой процесс остался без изменений, и, по-моему, это хорошо. Напоследок я приберег единственный минус игры. Это донат. Сама-то игра распространяется бесплатно, но буквально на каждом шагу тебя просят купить еще растений и еще ништяков. Правда, пока что и без этого неплохо проходится. Так что я однозначно советую всем, кому понравилась первая часть, и тем, кто еще не успел в нее поиграть. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, лайкай видео и рассказывай о нем всем подряд. С тобой были Федор Амортиз, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok